Анна Магдалина Бах Замечательная певица Второй жены Иоганна Себастьяна Баха Первой исполнительницы И переписчика многих его сочинений Вызывает жгучий интерес У биографов и исследователей творчества Баха Но вот в чем проблема Этот интерес почти нечем удовлетворить Кроме знаменитых нотных тетрадей Анны Магдалины Бах Ее коты и баховских партитур И трех вдовь их прошений От их личного архива ничего не осталось Время не сохранило для нас Ни личной переписки Баха и его второй жены Ни свидетельств ее лишения Потому подлинная история Анны Магдалины Бах Повод для самых невероятных фантазий Домыслов и спекуляций С 1925 года уже вышло пять ее биографий Разной степени достоверности Режиссер Жан-Маре Штрау Один из патриархов новой волны Снял про нее фильм А некоторые музыковеды даже пытались Приписать ей авторство Великих баховских сочинений И ее рукописные копии баховских партитур И следует вдоль и поперек С помощью суперкомпьютеров Пытаясь по неровностям почерка и ошибкам Воссоздать характер и обстоятельства ее жизни Но загадок этой жизни по-прежнему больше, чем ответов У меня не осталось почти ничего из его вещей Все самое ценное пришлось продать Не удалось сохранить даже его любимые табакерки Которые я так часто набивала табаком Не так уж это важно Мне не нужны вещи, чтобы помнить Разве что плаверные книжечки И вот такие трогательные подарки на день рождения Себастьян начал первую тетрадь для меня В 1722 году с двух новых сиит А в следующем году На ярмарку ко дню святого Михаила Он отдал от чемпионата медиа еще одну сииту Первую часть клаверных упражнений Это было первое произведение Которое он решил напечатать Их я храню С чего все начиналось В 1720 году Отец отвез меня в гости к бабушке В Гамбург Он часто брал меня с собой в поездки Особенно если где-то исполнялась музыка А в церковь святой Катарины Славилась своим прекрасным органом На второй день пребывания в Гамбурге Мы с бабушкой отправились за покупками А на обратном пути Я просто зашла в церковь Посмотреть на орган В сумраке церкви Звучала музыка Словно сам архангел Сидел за клавиатурой Огромные трубы органа Расположенного на западной галерее Вздымались до самого потолка Но органиста Не было видно Когда воздух содрогнулся От торжественных Заключительных аккордов И наступила тишина И я осталась стоять неподвижно Смотря вверх На хорах Показался органист Он направился к ведущей вниз лестницы И посмотрел на меня Все еще стоявшие неподвижно Я тоже Одно мгновение Смотрела на него Потом Схватила упавшую на пол плащ И бросилась И сбежать и вон из церкви Я не знаю Кто тогда играл на органе Но когда я рассказала Об этом случае Отцу за ужином Он воскликнул Это мог быть только Иоганн Себастьян Бах Он собирается играть В церкви святой Катарины Завтра Я пойду его слушать И непременно расскажу Как его музыка Понравилась моей дочери Если он когда-нибудь услышит Как ты поешь То может быть Напишет для тебя Песню Соломушка Я смутилась И покраснела Но кажется Мое замешательство Только развеселило его Он пошутил Что должно быть Я влюбилась В пуговицы На его комзоне Так как лица органиста Я не могла видеть Во время игры Да и не в правилах Господина Баха Одаривать взглядами Молодых девушек Ага После концерта Отец был Вне себя От восторга Никогда в жизни Он не слышал Такой органной игры И даже не надеялся Когда-нибудь услышать Нечто подобное Бах играл Около двух часов Используя Удивительные Педальные пассажи Делал это так легко Будто это были Простые Гам После концерта К нему подошел Известный на весь Гамбург Органист Церкви Святой Катарины Ему было Девяносто семь лет И все знали И все знали Что он невероятно Ревнив к чужим успехам И гордится Своими заслугами Но к удивлению Всех присутствующих Он Поцеловал руку К апельмейстеру Баху И промолвил Я думал Искусство Умерло Оно живет В вас Свои Свои Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Господи, говорил он, я призван Тобой И исполняю твою волю во всем, что делаю. Прошу тебя только об одном. Помоги содержать дом и направь в делах. Субтитры создавал DimaTorzok Что музыка, это дар Господа, способный сделать человека восприимчивым к его слову. Там, где звучит музыка, говорил он, Господь велосердный, являя себя людям. А вручились мы в 1723 году. Он тогда все еще жил при дворе благословного князя, любившего нашу музыку, подле которого и собирался прожить всю оставшуюся часть жизни. Но случилось так, что его светлость взял в шон и княжну Броденбургскую. И его склонность к музыке, кажется, стала многоумереннее, ввиду того, что новая княжна оказалась не музыкальна. Божьей волей, в то время его пригласили в Лейпциг быть дирижером и кантором в школе святого Фомы. По правде сказать, поначалу должность капельмистера и кантора его не сильно устраивала. И поскольку школа должна была обеспечить музыкой четыре городские церкви, включая все венчания и опивания, он прилагал большие усилия для того, чтобы мальчишки, учившиеся в этой школе более или менее способные в музыке и пении, были хорошо обучены. Субтитры подогнал «Симон» 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 Великодушие «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не пасынки Несобственные дети Анны Магдалины Бах Не смогли обеспечить ей безбедную старость Сын Баха от первого брака Карлу Филиппу Мануилгу, прижизненная слава которого была куда больше, чем у его великого отца, мог помочь своей мачехе, которая воспитывала его с 11 лет. Но уже в своем некрологии на смерть отца он упоминает Анну Магдалину Бах лишь парой строк. Дважды мой отец женился. Смерть он узнал лишь на пороге своего собственного дома. Во второй раз он женился на девице Анне Магдалине, младшей дочери господина Иоганна Хаспарабинке, герцогского висенфельского придворного трубача. Из тринадцати детей, которых она ему родила, ныне живы шестеро. Вдова тоже еще жива. Она пережила Баха на десять лет и умерла в полной ищете. Была похоронена в общей могиле, и место ее захоронения и церковь были стерты с лица земли при бомбежках липчика во время Второй мировой войны. Тогда, в 1720 году, когда Бах пришел к отцу просить моей руки, он как будто уже знал о моем решении. — Милая Магдалена, — сказал он, — знаешь, в моем намерении твои родители одобряют его. Хочешь ли ты стать моей женой? Что ответила бы я тогда, зная, какой трудный путь предстоит нам вместе пройти в будущем? Я бы ответила — да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok